Всем привет, друзья! В этом видео мы поговорим о предлогах места, которые помогают нам описать расположение того или иного предмета. В этом видео будут только основные, самые часто употребляемые слова. Итак, первое слово, первый предлог это внутри. Ли-емен. Ли-емен. На картинке также можно видеть, где находится предмет. То есть он находится внутри этой коробки, то есть внутри. Ли-емен. И также будут несколько примеров. Первый пример. Дзай фан-зэ ли-емен. То есть дзай фан-зэ, фан-зэ, квартира, фан-зэ ли-емен, то есть внутри квартиры. Второй пример. Ли-емен. Ли-емен. Йо-шима дон-си. То есть это вопрос, что находится внутри. Дон-си как вещи, то есть что за вещи внутри. То есть ли-емен внутри. Также иногда может быть сокращение, просто ли, чэнши ли, то есть внутри города. Так, идем дальше, следующее слово, внешняя сторона, уай мен. Также на картинке видно то, что маленький квадратик находится за пределами коробки, то есть это внешняя сторона, как outside, а также уай го жен, тот же самый иероглиф уай го, то есть уай го, внешняя страна, внешней страны человек, то есть уай го жен, иностранец. Из примеров, жу зая, сью сяо, ли мян, би жу, вай мен, фан бян, жить внутри школы по сравнению с, если жить вне, как бы вне периметра школы, очень удобно. То есть жить внутри школы по отношению с, жить вне, очень удобно. И второй пример, уай мен, хэн лэн. Также уай мен может использоваться как просто улица, то есть уай мен, хэн лэн, то есть на улице очень холодно. То есть если дословно это будет как внешняя сторона, вне, но это будет переводиться как на улице, то есть на улице очень холодно. Следующее слово, хэн лэн, передняя сторона впереди. Также изменилось расположение маленького квадратика, вот он находится впереди коробки, то есть хэн лэн, впереди. Первый пример, чэджан, дзю зая хэн лэн. Чэджан, чэджан это как автобусная остановка, то есть автобусная остановка находится впереди. Второй пример, джо цэн лэн, впереди стола. Примеры я также буду использовать несложные, чтобы было максимально просто понять. Итак, передняя сторона впереди это цэн лэн. Следующее слово, задняя сторона позади, хо мен, хо мен. Также изменился квадратик, он находится за. Также вы должны понимать, к какому предмету идет речь. К примеру, в данном случае маленький квадратик по отношению к большому, он находится сзади. Если мы будем говорить о маленьком квадратике, то мы можем сказать то, что маленький квадрат, большой квадрат находится впереди маленького. То есть здесь тоже очень важный такой момент. Пример, вот джан зай та хо мен. Джан как стоять, то есть я стоял сзади него, позади него. Фан зэ хо мен, позади квартиры. Следующее слово, вверх, наверху, шан мен. Также видно, что квадратик уже находится сверху на коробке, то есть шан мен. Если иероглиф мен сам по себе, он обозначает именно расположение, сторону. Также у него есть другие значения, как и лицо, так и хлеб, как мен бао. Но если добавляется, к примеру, шан, тен, то это уже будет расположение. Первый пример, джо цэ шан мен, до ши бэйдзэ. То есть джо цэ шан мен. Джо цэ стол, шан мен сверху-наверху. То есть наверху стола или на столе, до ши бэйдзэ. Все одни стаканы, все в стаканах. То есть наверху стола одни стаканы. Второй пример Он живет надо мной То есть Это как Наверху меня То есть надо мной Следующее слово Это вниз внизу Сямен Так первый пример То есть коробка внизу Второй пример Это будет под столом То есть по мере того Как меняется наш предмет По отношению к коробке То и меняется его расположение То есть и так же слова меняются Следующее слово Это противоположная сторона Напротив предлог Читается Дуймен Та дзя 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 ву дзя дуймен То есть его дом Находится напротив моего Та дзя его дом Ву дзя мой дом Дзя ву дзя дуймен То есть напротив моего дома Второй пример Джан дзай дуймен Стоять напротив Дуймен тоже очень часто употребляется Так следующее слово Здесь уже используется Не мен А бен Сбоку рядом поблизости Это пханбен Пханбен Бен также используется Это к примеру там Набиен Джабиен Тоже можно сказать Но пханбен Это как именно Сбоку рядом поблизости Первый пример Ву дзя пханбен Йо иго чаден То есть рядом с моим домом Есть чайный магазин Второй пример Дзя ву пханбен Рядом со мной Здесь используется Другой иероглиф Но это тоже Обозначает Именно расположение Местоположение То есть именно предлог места Вот на этом все друзья Надеюсь это видео Вам было полезно Подписывайтесь на канал И ставьте лайки Увидимся в следующих видео